добрый день дорогие зрители православного канала экзегет в нынешнем нашим с вами выпуске программы христианский взгляд мы коснемся новости которые на самом деле не столь уж прямо новость сведения об этом стали поступать еще в конце июля 24 июля но вот все вот эти события связанные с олимпиадой и прочими какими-то другими такими происшедшими в мире событиями может быть несколько заслонили ее от того внимания которого может быть эта новость заслуживает но мы в общем-то ее используем опять же скорее для того чтобы в целом объяснить ту ситуацию которая сейчас существует в мире и который касается и святой горы афон и таких непростых взаимоотношений и вообще иноков святой горы и в частности я насильников монастыря эсфигмен с константинопольским патриархом с контента константинопольским патриархатом и это безусловно имеет отношение к нашей с вами жизни поскольку мы тоже вот вынуждены сталкиваться с последствиями тех решений которые принимают нынешний константинопольский патриарх варфоломи и нам надо понимать ну хотя бы в первом приближении те причины которые приводят к принятию этих решений и что за всем этим стоит ну как стало известно святой монастырь эсфигмен на горе афон в греции подвергся очередному такому ну давлению со стороны и константинопольского патриарха который выступил в очередной раз инициатором этого давления и это давление было поддержано и властями греции в том числе новым светским губернатором горы афон и исполнителями уже вот этих решений выступила святогорская не только святогорская полиция которая в очередной раз окружила монастырь эсфигмен пытаясь взять его в осаду каким-то образом затруднить вот такую ежедневную бытовую жизни и вынудить тесто 17 монахов которые составляют братство этой святой обители в конце концов уже покинуть монастырь и уйти из него при этом надо сказать что святой монастырь эсфигмен это одна вообще из древнейших обители афона это монастырь который основан по некоторым сведениям вообще еще в конце 4 века при императоре феодосия и императрица пульхерии по некоторым данным существовал и в шестом веке и это действительно один из самых древних христианских монастырей на горе афон который появился там еще до того как святая гора афон сделать вот такой монашеской республикой и таким вот государством государстве куда на протяжении уже тысячи лет и даже больше запрещен вход женщинам и где подвязаются только монахи мужчины в 20 основных обителях святой горы афон в этом списке эсфигмен несмотря на свое древнее такое происхождение и славную историю занимает 18 место но это такой достаточно поздно составленный диптих и в общем не 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 бесспорные в таком духовном значении для нас монастырь эсфигмен в особенности важен тем что именно здесь подвязался ну основатель родоначальник всего нашего русского монашества преподобный антоний великий до сих пор неподалеку от монастыря чуть там выше по берегу показывают пещеру в который подвязался преподобный антоний в отшельничестве и именно благословение игумена монастыря эсфигмен явилась вот таким началом всей истории нашего русского монашества поскольку отсюда и с благословением святой горы из благословения монастыря эсфигмен преподобный антоний отправляется для того чтобы основать знаменитую киево-печерскую лавру и подобно тому как киев становится матерью городов русских точно также киево-печерская лавра становится своего рода такой тоже матерью всех российских монастырей и духовная преемственность киево-печерской лавры продолжает сохраняться на всей истории русского монашества вплоть до сегодняшнего дня в 14 веке игуменом монастыря эсфигмен становится еще один деятель и святитель вселенской церкви значение которого просто невозможно что называется переоценить это святитель григорий палома знаменитый богослов и один из лидеров такого важнейшего и в том числе и в нашей русской истории духовного течения который сейчас принято называть исихазмом и вот это славная обитель эсфигмена она продолжает сохранять на протяжении веков верность святому православию принимает активное участие и в начале девятнадцатого века когда во время восстания марийских греков 1821 года постепенно это выступление против власти турецкой порты переходит в такое общегреческое восстание и заканчивается тем что греция обретает независимость от турецкой империи но по крайней мере сама вот та часть греции которая ограничивается балканским полуостровом и некоторыми близлежащими островами и во время этого греческого выступления монастырь успел достаточно сильно пострадать за свою верность и греческому делу и святому православию так что он даже был разорен и в его стенах поселились турец воины турецкой армии прибывшие для усмирения восстания и мятежа но несмотря на все вот эти такие достаточно страшные периоды в своей истории монастырь из фигмена смог сохранить и потрясающую по своему составу и научному значению церковному значению библиотеку и множество святынь среди которых например стопа святой равноапостольной марии магдалины и многие другие древние ценные христианские реликвии но в двадцатом веке монастырь сфигмен выступает на такой единственной обители афона которая последовательно и принципиально обличает деятельность константинопольских патриархов в той ее части которая идет в разрез с учением православной церкви для того чтобы понимать почему это происходит нужно хотя бы несколько слов сказать о собственно константинопольском патриархии константинопольской патриархии что заставило константинопольских патриархов действительно пойти на какие-то шаги которые вызвали вот такое порицание со стороны монахов святогорцев и в частности монастыря из фигмена дело в том что в 1453 году когда константинополь падает под ударами захвативших его турецких воин мехмета завоевателя гибнет последний император великого константинополя константин одиннадцатый палеолог и представителем вообще каких-то интересов побежденного покоренного греческого православного населения в глазах турок становится именно константинопольский патриарх он становится тем что греки называют словом от нарах то есть таким главою народа именно с ним администрация турецкой империи ведет все дела которые касаются тем или иным образом положение православного христианского населения империи который составляет на самом деле весьма значительную ее часть именно константинопольский патриарх первым страдает и в случае каких-то восстаний которые предпринимают греки каких-то волнений ну например в ходе того же восстания марийских греков 1821 году первым кто пострадал был константинопольский патриарх григорий 5 которого разоренная толпа турецких исламских фанатиков первым делом повесила на воротах константинопольской патриархии того района который принято называть фонар и который является ну таким же символом вообще всей константинопольской патриархии в целом как понятием кремль зачастую выражают политическую волю москвы или всей россии точно также вот этот район фонар небольшой район в константинополе являю являющиеся резиденции константинопольского патриарха вот он является таким олицетворение всего что делают предстоятель этой второй по диптиху церквей церкви а после падения рима от падения в католическую эсхизму он становится первым в ряду всех патриархов и поэтому присылает себе титул патриарха вселенского долгое время его пасту составляет в первую очередь население огромной турецкой империи но в девятнадцатом веке постепенно от власти турецкой империи освобождаются все новые и новые государства европейской турции по обретают независимость соответственно их церкви тоже получает независимость поскольку не могут управляться из враждебного им государства центра которые находятся во враждебном государстве и но самые такие наверно страшные события происходят после того как турецкая империя оказывается разбита в первой мировой войне теряет стремительно свою власть и значение и пользуясь этим греки поднимают восстание малазийские греки она оказывается подавлено и в 1922 году происходит размен населением греки которые во множестве жили в на территории малой азии в тех местах на которые распространялась власть турецкого государства переселяются в материковую и островную грецию а турки те которые еще продолжают жить на балканах и островах которые переходят по этому разделу в греческому государству вынуждены переселиться на территорию турецкого государства которые теперь управляются светлые светской властью мустафы и кемаля-то тюрка вот эти события наносят тяжелейший удар собственно говоря константинопольской патриархии фонару дело в том что благодаря этому константинопольский патриарх лишается большей части своей паства то есть теперь после обмена населением в его введение вселенского патриарха относятся на самом деле просто какая-то незначительная горстка греков которые все-таки еще продолжили жить в на территории турции и какое-то количество монастырей церквей в греции которые сохранили статус так называемый ставропегий то есть прямого подчинения константинопольскому патриарху традиционно к этому числу относятся и святая гора афон над который также благодаря тем тысячелетним традициям которые существовали на афоне которые монахи афона предпочитают не менять также они остались в юридикции константинопольского патриарха что же было делать вселенскому патриарху вселенский патриарх вынужден объявить в этих условиях когда пасту у него не осталось вынужден объявить свою пасту и весь мир на практике это выразилось в том что те государства в которых не было собственных поместных церквей считаются константинопольским патриархами своей законной территории это в первую очередь америка австралия ну и другие страны в которых не существовало своих исторических поместных церквей это приводит к тому что в основном константинопольским патриархами с середины двадцатого века становится в первую очередь люди которые до того как занять этот пост служили в соединенных штатах америки и выстроили вот такие отношения покровительства с соответствующими структурами соединенных штатов это привело к тому что фактически константинопольские патриархи становятся проводниками политики соединенных штатов на ближнем востоке и в средиземноморье но везде вообще везде куда они могут дотянуться под вот этим давлением константинопольские патриархи начинают вступать в такие тесные отношения с рима католической церкви и когда в 1965 году константинопольский патриарх афиногор встречается в русалиме с папой павлом шестым это приводит к тому что против вот такого отступления от веры выступает монастырь эсфигмен обличает патриарха афиногора как и последующих патриархов константинополя который также продолжает проводить вот эту политику далеко не самостоятельную но единственное способную как-то дать ему вот вообще какое-то равновесие в этом мире позволить на что-то опереться и каким-то образом приобрести ту пастку по пасту недостаток который они остро ощущают находясь в общем-то в столице исламского государства в котором православных греков составляющих эту самую пасту практически не осталось поэтому вселенские патриархии и поддерживают любые расколы которые возникают где угодно тут же спешат принять даже самых таких в общем-то подозрительных и сомнительных скандонической точки зрения раскольников под свое крыло выдать им какой-то соответствующий томас признать их частью константинопольской патриархии и в общем ведут себя по русской пословице той затычки которая стремится как подойти к любой бочке вот подобное такое двурушническое отношение и вот они достойны самом деле статуса исторического положения вселенского патриарха политика которую проводят константинопольские патриархи фактически торгующие своей верой они и вызвали вот это последовательное обличение и противодействие со стороны монастыря из фигмена святой горы афон который в 1974 году вывесил вот это знаменитое знамя во время осады когда в очередной раз пытались монахов изгнать со святой горы афон черное полотнище вывесили они с надписью православие или смерти его можно бывает иногда сейчас встретить некоторые ревнители православия носят футболки с подобной надписью и ну собственно сама уже дальнейшая политика монастыря из фигмен в отношении того что она что этот монастырь примкнул к старой одной из старых сильных церквей греции она может быть конечно воспринята как спорная мы можем с этим соглашаться не соглашаться при этом надо сказать что вообще из фигмен продолжает считать себя одним из полноценных афонских монастырей и хотя не служит вместе с другими обителями и не поиминает имя константинопольского патриарха при этом очень радушно с любовью принимает паломников по афонской традиции туда можно прийти найти там кровь его трапезу конечно как чаще всего про паломники не будут допущены до причастия но им разрешат поклониться тем святыням которые хранятся в монастыре с фигмен и вот в этой традиции афонского гостеприимства и с фигмен продолжает оставаться безупречным но вот подобное инакомыслие которые монахи этого монастыря выражают в отношении политики современных константинопольских патриархов конечно вызывает нашу и поддержку и вызывает обеспокоенность очередная попытка выдавить силовым путем методом инаков из фигмены тем более что в планах некоторых таких вот радикальных последователей греческого такого национализма числятся также и стремлением очистить святую гору афон и также от других не греческих иноков и обители таких как хиландарь сербский монастырь зограф болгарский естественно русский пантелеймонов монастырь несмотря даже на то что их братья являются подданными греции и упоминают константинопольского патриарха за своим богослужением как свою такую духовную главу хотя тоже далеко не всегда разделяют те взгляды и это учение эту политику которые проводят константинопольский патриарх все это конечно достаточно такие тревожные признаки нашего времени и свидетельство вот вмешательство политики и каких-то политических игр в церковную жизнь что конечно не должно быть допустимым и не должно становиться каким-то правилам жизни нашего мира но тем не менее мы видим что она очень часто сейчас к сожалению попирается и подвергается вот в такому грубому вмешательство со стороны каких-то абсолютно не церковных далеких от церковной жизни политических интересов игр и схем в которые ну благодаря вот такой вот исторической какой-то коллизии оказался вовлечен в тянут и нынешний патриарх варфоломеи с гордым титулом вселенского как и практически все его причать и предшественники начиная с буквально начала двадцатого века с двадцатых годов начиная с милети митаксакиса который умудрился перевести церкви на целый ряд православных церквей на новый стиль и все это также является попытками разложение церковного мышления церковной традиции изнутри руками вселенских патриархов и вот в этом отношении мы конечно не можем не поддержать братство монстрея с фигмин и не как-то выразить ему свою молитвенную и духовную поддержку